В эфире новости телеканала Актиз. В студии Наталья Зарубина. Здравствуйте. Главное сегодня. Быть ли городскому округу? Вопросы объединения города и района стали темой круглого стола. До Ангарска с комфортом. Новый автобус теперь обслуживает жителей сельских поселений. И подари ребенку радость. Подробности в нашей рубрике «Добрый Новый год». Брод нужно промерить. Такие слова прозвучали из уст депутата Госдумы Антона Романова, который принял участие в круглом столе по больному для ангарчан вопросу объединения. В зале заседания собрались депутаты и представители администрации. Обсуждались очередные шаги по преобразованию территории в городской округ, а также итоги рабочей поездки в Лысьво. Ольга Деребера с подробностями. Лысьвинский вариант уже рассматривался однажды, в то время, когда Владимир Жуков возглавлял район, а руководство города продвигало модель объединения путем выделения города из ангарского муниципального образования в городской округ. Весной прошел референдум, но никакого результата он не принес. Тупиковость второго плана действий, по словам участников круглого стола, доказал опыт Пермского края. Там с рабочей поездкой совсем недавно побывала ангарская делегация. Они весь цикл уже прошли от задумки до реализации, включая все этапы. Чтобы не изобретать велосипед, мы решили выяснить, как они это дело проходили. Как выяснилось, похожая ситуация, которая сложилась в ангарском районе, произошла и в Пермском крае, где два района выбрали два разных пути объединения. Первые лысвинцы сами синициировали объединение и пошли по укрупнению поселений в городской округ. Вторым, Губахинскому району, довести начатое до конца не позволил закон, и сейчас они зашли в тупик. Данный вариант очень сложный, длительный, затратный. И так как можно присоединять лишь по одному поселению, затем проводить выборы депутатов в новый округ, глав округа. И когда остается два поселения, закон говорит, что район может существовать из двух поселений. Но закон запрещает существование района с одним поселением. Модель выбрана, опыт других регионов есть. Проведена немалая работа с поселениями ангарского района. Помимо встреч мы провели уже и совещание с представителями поселений, были главы поселений, представители дома. И для себя мы накидали план работы, по которому будем двигаться. По ходу, конечно, будет корректироваться, но чтобы все нормально прошло, мы где-то должны на результаты выйти ближе к маю. Обсуждение резюмировал депутат Государственной думы Антон Романов. Он уже не раз сталкивался в своей работе с проблемами объединения территории в разных регионах страны. В ходе нынешней встречи Романов разъяснил трудности преобразования. Одна из них – это заинтересованность в объединении всех сторон. Единое мнение как на уровне поселений, так и губернатора региона. Это в первую очередь и обеспечило успех Лысева. Был консенсус в области, в районе, в городе, у губернатора, в законодательном собрании и так далее, который, в общем-то, обеспечивал прохождение этих решений. Я вас уверяю, авторитетно совершенно уверяю, что если согласия такого не будет, а будет желание у кого-то по каким-то политическим соображениям этот процесс затормозить наполовину или остановить, этот процесс затянется на долгое время. Надо вброд этот промерить. И в первом крае одна политическая ситуация, у нас в Иркутской области другая политическая ситуация. Ее не учитывать в таком сложном вопросе нельзя. Значит, еще раз я вам желаю успехов во всем этом процессе, а главное, значит, желаю блага всем иркутянам. Ольга Дерибиров, Владимир Сливанов, Местное время. Впервые в Ангарске состоялись совместные публичные слушания проектов бюджетов ОМО и города Ангарска на три ближайших года. Это один из первых шагов местных властей на пути к объединению города и района. Оба проекта носят социально направленный характер. Эти публичные слушания привлекли внимание общественности. Узнать, как будут сформированы бюджеты ОМО и города на три года, мог каждый желающий. Именно формирование культуры, обсуждение основных проблем развития города, района, вот с этой целью и сделаны сегодня одновременно и районный, и городской бюджет. И в первую очередь донести, конечно, для населения, какие основные направления будут предусмотрены в обеих бюджетах по развитию тех или иных программ, направлений, социальных, которые касаются каждодневных проблем жителей города. Присутствующих больше интересовала расходная часть обоих бюджетов. Она направлена на развитие различных муниципальных программ, в том числе по ипотечному кредитованию и обеспечению жильем бюджетников. Это программы ипотечные. Сегодня мы рассматриваем, очень долго подходили к вопросу выделения земельных участков для льготников. Это многодетные семьи, это ветераны каких-то событий, интернациональных участников МВД, ну и много других льготников, которые мы сегодня готовим, значит, инженерные сети, инфраструктуру готовим, закладываем. Я думаю, в этом году мы начнем выделять уже таком, широкомасштабно земельные участки. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, на которые будут направлены основные средства. Достаточно сказать, что если в этом году было проведено капитальных ремонтов чуть более тысячи квадратных метров дорог, то на следующий год запланировано только строительство больше 6 тысяч квадратных метров дорог и капитальный ремонт более 31 тысячи квадратных метров. Основные параметры бюджетов ОМО и города Ангарска расписаны по годам. Так, по проекту бюджета ОМО на 2013 год общий объем доходов составляет 2 миллиарда 719 миллионов рублей. Расходы 2 миллиарда 861 миллион. По проекту бюджета города Ангарска за тот же период планируются доходы на сумму 1 миллиард 88 миллионов рублей. Те же средства прописаны в графе расходов. Суммы могут меняться ежегодно в соответствии с нуждами города или района. Марина Тенгова, Михаил Терышкин, Местное время. Новый автобусный маршрут соединит Ангар с отдаленными населенными пунктами рядом с Мегетом. Это деревни Зуй и совхозные, станция Суховская и садоводство, расположенные на берегу Ангары. Осуществлять перевозку в соответствии с договором между предприятием и администрацией района будет автоколонна 1948. Подробности в нашем следующем сюжете. Добраться до города жители отдаленных населенных пунктов Ангарского района, станции Суховская, деревень Зуй и совхозные до сегодняшнего момента могли только железнодорожным транспортом. В администрацию ангарского муниципального образования поступали многочисленные жалобы жителей поселка Мегет, деревни Зуй, станции Суховская о том, что нет автобусного маршрута. Особенно это тяжело ощущается в период, когда заканчиваются дачные перевозки. И в связи с этим назрела необходимость открытия такого маршрута. Напряженность удалось снять благодаря договоренности предприятия перевозчика и муниципалитета. С сегодняшнего дня и на протяжении будущих двух недель транспорт, пока это автобус ПАС, будет доставлять пассажиров в тестовом режиме. В тестовом режиме открывается маршрут, это в 6.50 утра выезжает на Мегет и в 17.00. И изучается потребность населения, сколько нужно там будет постоять автобусов. То если потребности эти покажут, что нужно будет добавлять технику, мы будем его добавлять. Если автобус, следующий по маршруту номер 102, будет востребованным, количество машин в дальнейшем увеличится. Кроме того, как заверил нас руководитель автоколонны, учитывая дальние направления следования, уже до нового года, ПАС заменят на более комфортный автобус корейского производства. Ольга Дерибера, Михаил Терышкин, Местное время. Гололед и невнимательность стали причинами ДТП, произошедшего накануне на улице Енисейская. Вчера около шести вечера там на полном ходу столкнулись автомобили Toyota Sprinter и Hyundai Solaris. Одна из машин от удара чуть не врезалась в бетонный столб. К счастью, никто из водителей и пассажиров не пострадал. По словам сотрудников ГИБДД, ДТП произошло по вине водителя Sprinter. Он не убедился в безопасности и, не включив сигнал поворота, решил изменить направление движения. Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья прошла в Центре занятости населения. Рабочие места инвалидам предложили 14 предприятий Ангарска, которые готовы трудоустроить более 50 человек. Подробности в нашем следующем сюжете. Основная причина того, что вакансии для инвалидов остаются незанятыми, это завышенные требования работодателей к соискателям и при этом невысокая оплата их труда. Предприятиям требуются специалисты с высшим образованием, разрядом, специфическими знаниями, которыми обладают не все люди с ограниченными возможностями. И это несмотря на государственную поддержку работодателей, готовых трудоустроить человека с проблемами в здоровье. У нас в этом году реализуется программа трудоустройства незанятых инвалидов. И организованы семь специальных рабочих мест, где предприятиям выплачена компенсация, в виде 50 тысяч рублей за организацию рабочего места для инвалида. То есть, в принципе, помощь, стимуляция предприятий, брать работу инвалидов. Очень интересная программа. С удовольствием мы в ней участвуем и приглашаем для участия работодателей. На бирже труда сегодня официально безработными признано более 150 человек. Еще одна проблема трудоустройства – это то, что при той или иной категории инвалидности разрешен еще и не каждый труд. Не могу сейчас найти данный момент, когда у меня была операция на ногу. Мне написали, что как бы старший актер. Вот это я работаю еще, но сейчас я ее начинаю. Поэтому ситуация с трудоустройством инвалидов сейчас такова, что им проще получать пособие по безработице, нежели искать рабочее место. Ольга Дилибера, Владимир Селиванов, Местное время. В наших сюжетах мы не первый раз обращаемся к проблеме бездомных животных на улицах города. С наступлением морозов беспризорные четвероногие обречены на гибель. Временный домашний приют или передержка – один из способов спасти несчастных собак и кошек. Тему продолжит Наталья Никифорова. Ольга Чергисханова состоит в организации по защите животных и знает, сколько их на улицах города – больных, слабых и недоверчивых. Вот уже больше года в своей квартире она дает временный приют бездомным четвероногим. Собак и кошек иногда подкидывают прямо домой. Гиешу подкинули прямо домой, ребенку усунули животное. Животное запуганное было, и как бы и блохи были, поэтому пришли в патринарную клинику, полечились. Животное сильно запуганное было. Видно, что избивали животное. Поэтому привыкание у нас идет до сих пор, как бы живет уже почти месяц и до сих пор еще к человеку. Каждое животное, попадающее на передержку, Ольга показывает ветеринару и делает все необходимые прививки. Затем она адаптирует кошку или собаку к домашним условиям и подыскивает ей хозяина. Все это делается на собственные средства от членов организации, а также благодаря помощи других неравнодушных людей. Мы помогаем бездомным животным как за свой счет, так и за ящики накопителей наши стоят. Но ящики накопителей у нас стоят в ветклиниках, ветдоктора 278-й квартал, в аптеках комиксовских и в магазинах «Леди стиль». Совсем недавно еще один ящик защитники животных установили в торговом центре «Мега». Каждый желающий может оказать посильную помощь несчастным бездомным собакам и кошкам. Они не выглядят так мило, как те щенки и котята, которых мы привыкли видеть на открытках и календарях. Но у них есть возможность стать такими с человеческой помощью. Наталья Никифорова, Михаил Терышкин, Местное время. Сенсорная комната появилась в филиале специализированного дома ребенка, что в 13 микрорайоне. В рамках региональной программы «Точка опоры» сюда поступило новейшее оборудование, направленное на улучшение и развитие психического здоровья детей. Сенсорная комната по размеру небольшая, но попадая сюда, дети с интересом сначала ее разглядывают, а потом с удовольствием приступают к релаксирующим и развивающим занятиям. Сегодня в филиале областного специализированного дома ребенка проживает 56 ребятишек. Ежедневно сенсорную комнату посещают более 8 детей. Занятия индивидуальны. После познавательных уроков начинается время релаксации. Девочки предпочитают валяться в необычном бассейне и посмотреть на звездное небо. Мальчики посидеть в сухом душе. Он избавляет детей от страха закрытого или маленького пространства, которого часто боятся дети. Она может использоваться как уголочек небольшого уединения. Там можно прятаться, там можно играть. Если ребенку тяжело находиться во всей комнате, то есть можно там уединиться и начать именно с этого уголка. Релаксация ребятишек проходит в приятном полумраке с применением световых эффектов в сопровождении тихой и спокойной музыки. Для закупки оборудования для сенсорной комнаты дома ребенка в рамках программы «Точка опоры» из регионального бюджета было выделено 200 тысяч рублей. Это программа не одного года, программа длительная, поэтому нами сделана заявка на будущий год на приобретение дополнительного оборудования. Это гидромассажные ванны, это гимнастические какие-то у нас оборудования для детей, страдающих детским церебряльным параличом. Всего в общей сложности заявка сделана на 400 тысяч рублей. Дополнительное оборудование поступит в наш город уже в начале следующего года. Оно будет установлено и в других филиалах дома ребенка. Но и эта сенсорная комната будет пополняться новыми, интересными для ребят пособиями для развития малышей. Марина Тенгова, Михаил Терышкин, Местное время. Более 30 спортсменов, чьи возможности ограничены, объединили районные соревнования по сидячему волейболу. Они прошли в спортивном зале «Ангара». Для большинства инвалидов такие турниры – это общение друг с другом и просто спортивный праздник. Потому что параллельно они участвуют и готовятся к соревнованиям областного и регионального уровней. Заявить о себе на уровне страны зачастую не дает нехватка средств. Впереди у нас чемпионаты России по жиму штанги лежа. Единственное, в чем мы смогли пробить вот эту брешь, когда у нас есть сильные спортсмены, легкие атлеты, как Шарыпов Сергей. Но мы не можем выехать на чемпионат России, сильнейших спортсменов по плаванию, по шахматам, по шашкам. Впереди у спортсменов лыжная гонка, зимние игровые состязания на ватрушках и коньках, которые пройдут на ангарской земле. Сегодня в нашей программе премьера нового телепроекта «Добрый Новый год». В нем мы будем говорить о том, как взрослые ангарчане помогают талантливым ребятам из многодетных семей. Причем это не сладости и игрушки, а добрые поступки, которые позволяют ребенку открывать мир. В семье Третьяковых семеро детей. 13-летний Артем – самый младший ребенок. У мальчика много увлечений. Он делает сувениры, рисует и даже вышивает крестиком. Но, пожалуй, самое любимое занятие Артема – это готовить. Каждый вечер он встречает всю свою большую семью вкусным ужином. В другой раз приеду, он у нас дома и уже и сварит. Я не успела зайти, и он – мама, кушать будешь? Я говорю – а ты что, у нас ужин варил сегодня? Да, такой, конечно, довольный, самовлюбленный стоит, с улыбкой неизменной на лице. Сегодня утром Артем учился варить кисель из черной смородины. Мама подсказала рецепт и дала несколько советов. Но обычно мальчик сам придумывает, что будет готовить для родных. Он сварил морковку, натер на тенёрке, с манкой смешал и с сахаром с солью, сформировал котлеты и пожарил. Мы рассказали о таланте мальчика работникам одной из пекарен. В царстве выпечки и сладостей Артем никогда не был. И теперь, узнав о его таланте, взрослые пригласили его на экскурсию. Причём вместе с сестрёнками. Мы всегда рады вас видеть, рады, чтобы к нам приходили дети. Мы будем им всё показывать, будем их учить. Работники пекарни провели экскурсию по цеху и познакомили детей с профессиональным кухонным оборудованием. Самым главным сегодняшним сюрпризом для Артёма стала возможность своими руками испечь и украсить пирожные. Он с удовольствием экспериментировал с начинками и не жалел шоколада для украшения. Вместе с сестрёнками мальчик приготовил целое блюдо забавных сладостей. Мне очень понравилось. Я увидел сам, как всё это делают. Увидел, ну сам попробовал, как делать. Узнал рецепт теста. Кондитеры отметили, что у Артёма есть потенциал. При его упорстве и желании из мальчика может получиться отличный кулинар. Возможно, эта встреча в канун Нового года сыграет в судьбе ребёнка важную роль. А сегодня были рады все – и дети, и взрослые. Ведь только совершая добрые дела, можно стать счастливым. Ценность каждого такого поступка безмерна. Наталья Никифорова, Михаил Терышкин, Местное время. И это была последняя информация выпуска. Всего вам доброго и хороших выходных.